Всем большой привет и сегодняшнее видео о моих покупках. Покупки были совершены в аптеке и покупки декоративной косметики. И первое, что я хотела показать, это мой мастхэв постоянный, это квасы жёные. Это в таком виде дезодорант, присыпка для эффективного устранения потливости. Ещё раз повторюсь, я не первый год пользуюсь этим средством. По сути, это тот же минеральный дезодорант, только он в виде порошка. То есть запаха никакого. Влажность, конечно, в общем-то, есть. Он убивает бактерии, за счёт этого нету никакого запаха. Не очень удобно им пользоваться. Здесь 50 грамм, потому что это порошок. Вот так он выглядит. То есть вы просто его втираете, куда нужно, там подмышечные впадины, для ног можно использовать как угодно. И, в общем-то, запаха никакого нет в течение дня. Он совершенно безвредный. Продается он в аптеках. Правда, его сложно найти. Он продается в аптеках Ригла, старый лекарь. Вот в аптеках 36,6 его не бывает. И следующее средство я купила тоже в аптеке. Это карандаш, защищающий от появления мозолей. Выглядит он как стик. Он прозрачный, похож на помаду. Вот так он выглядит. Карандаш компит, защищает от появления мозолей, мгновенно и незаметно уменьшает трение кожи, а внутренние части оба, помогая предупредить образование мозолей. В принципе, уже осень, но на следующее лето он пойдет. Как мне заверила в аптеке продавец, что его хватает на несколько лет. Я пользовалась недолго, но на самом деле я ноги не натерла. Такое интересное средство. Следующее средство из аптеки. Это освежающая пенка для умывания чувствительной кожи. Тонизирует, успокаивает протеины молока лотоса. Herbal Cosmetic от зеленой аптеки. Неплохое средство. Его нужно взболтать, наверное. И он превращается в такую пену. Мне очень нравятся такие средства. То, что здесь очень удобный дозатор. Не надо взбивать в руках. Это лучше, чем гель. И гораздо мягче и удобнее. Он мне очень напомнил средство. Вот есть в аптеке тоже от 36,6. Тоже такой же розовый мусс для умывания. В принципе, очень бюджетно. Стоит где-то в районе 70, по-моему, рублей. Неплохое средство. Кожу немножечко он стягивает, но меня стягивают, в общем-то, и сушат любые средства для умывания. Я не знаю, как он будет смывать водостойкую косметику. Я почти не пользуюсь водостойкой косметикой. А обычную косметику он смывает очень хорошо. Также я это средство видела в Ашане. Оно представлено, это фирма. И последние две покупки из аптеки, это были покупки зубных паст. Первая паста это отбеливающая зубная паста бриллиант. И вторая зубная паста колгит про релиф. Сначала я увидела вот эту пасту, что, в общем-то, мне бросилось в глаза. Она стоила изначально 400 с чем-то рублей, и была скидка на нее 50%. То есть я ее купила за 200 там, 211, по-моему, рублей. Она американская, отбеливающая паста для всей семьи. Она не маленькая, здесь 100 миллилитров. В принципе, неплохая паста, но какого-то отбеления такого я не увидела, конечно. 400 рублей за нее тратить совсем не стоит. Я даже сказала бы, что и 200 она не стоит. Ну, немного лучше, может быть, остальных каких-то вот паст обыкновенных, блендомета из этой серии. Еще раз повторюсь, никакого отбеливания я не заметила. Обычная, в общем-то, паста. Таких денег она не стоит. И продавец мне говорит, возьмите пасту, возьмите пасту колгит, на нее какая-то сегодня распродажа. Она вот такая малюсенькая, уже у меня она закончилась. Здесь, по-моему, 70, а 50 даже миллилитров. Это 180 рублей, по-моему, я за нее отдала. Но вот эта паста мне очень понравилась. То есть, настолько от нее чистые зубы. Просто в последнее время сталкиваешься с такой проблемой, почистила зубы, в районе обеда уже чувствуешь, как будто бы, в общем-то, уже какой-то налет. Здесь наоборот. То есть, почистила зубы, проходит чуть ли не до вечера, и зубы, как будто вот только-только что почистила. Очень мне понравилась вот эта паста. Буду ее брать обязательно еще. То есть, сначала я думала, что это обычный какой-то колгит. Нет, это колгит, именно который продается в аптеках, про рельеф. В принципе, паста тоже, конечно, не дешевая, но она стоит своих денег. И следующие покупки, это уже были покупки декоративной косметики. Сначала я хотела вам показать вот такой журнал Allure за сентябрь месяц. Здесь Ирина Шейк изображена. Я купила этот журнал, как бы увидела его у нескольких девушек на Ютьюбе, и купила его из-за пробников. Здесь было два пробника. Первый пробник – это пробник от Lancome, сыворотка. Но с ней я уже была знакома. И второй пробник – это был пробник туши Шанель. Не знаю, сколько здесь, ну, как обычно, в пробниках, наверное, два миллилитра. Тушь совершенно замечательная. То есть такой изгиб она дает. Просто какой-то невероятный. Ресницы очень красивые получаются. Это какая-то, видимо, новинка. В общем-то, журнал стоил всего 58 рублей. И журнал самый интересный. И попробовать, конечно, такую тушь за эти деньги. В общем-то, единственное, что если вы будете покупать, обязательно смотрите, чтобы журнал был запечатанный в слюду. Потому что, бывает, открывают, вытаскивают. Тушь она дает и объем, и разделение. И вот невероятно она загибает ресницы. Очень красивые ресницы. Причем этот изгиб сохраняется в течение всего дня. Следующее, что я купила, это был от белорусской косметики. Это скраб. В общем-то, он не совсем скраб оказался. Здесь два уровня воздействия, как написано. Первое, он как скраб работает. И второе, он также работает как маска. То есть это и пилинг, и маска в одном флаконе. Как скраб он мне совершенно не понравился. То есть очень мало частичек у него скрабирующих. Если вот так даже посмотреть, наверное, видно, что вот я выдавила. Здесь буквально 2-3 частички. То есть его нужно наносить как скраб. Он с двойным биокомплексом. Защита ДНК кожи с витамином С, маслом органики. И после этого, после того, как вы поскрабировали это первая ступень, также после этого вы оставляете как маску его буквально на 5-7 минут. И он уже действует как, в общем-то, маска такая, как эксплиант, как я поняла. После этого ее смываете водой. В общем, такое интересное средство. Немного пощипывала мне кожу. Какого-то такого эффекта я особо не заметила. Ну, такое интересное средство. Но, еще раз повторюсь, брала как пилинг. Как пилинг, конечно, мне не понравилось. И второй, это был пилинг. Мне его подарили. То есть это такой тоже мини-версии. Это пилинг от Clorins. Этот пилинг действительно хороший. Здесь достаточно скрабирующих частичек. Достаточно мягкий. И не сказать в то же время, что совсем мягкий. В общем, то, что нужно. Если, наверное, не будет видно. Хороший скраб. Clorins, еще раз повторюсь. Следующая была моя покупка. Это не покупка, это был подарок. Лак от Chanel, номер 509. Очень красивый цвет. Он, как бы, флакон немного такой металлический блеск. Но на ромашке его практически вот не видно, этого металлического блеска. Красивый лак. Он больше, наверное, осенний, зимний. Как будто бы фиолетовый, в то же время с каким-то серым или даже с коричневым немножко. Такой красивый лак. И последняя моя покупка. Это была помада-карандаш от Be You. У меня в номере 20. Фокусирует. Сейчас очень много подобных помад. Сфокусировалась и у Clinique, и у Catrice такие помады. Я, в общем-то, как бы считала, что это все такой какой-то маркетинговый ход. Мне помад достаточная. И посмотрела видео. Ковка. Девушка Ковка. Все ее, наверное, знают. Она очень хвалила именно помаду вот эту от Be You. Действительно замечательная помада. Помада-блеск, наверное. Он очень легкий. Легкий-легкий. То есть он прекрасно сходит, никуда не забивается. И вот в отличие от помады, блеск не создает какой-то тяжести на губах. А действительно такой бальзамчик очень хорошо пигментированный. Я не первый раз покупаю помаду от Be You. У меня как бы вот прошлая моя помада от Be You. Она уже старенькая. Сейчас я вам покажу. Это помада, придающая объем губам. Очень я довольна этой помадой. Одна из лучших помад, я считаю. У меня в номере 330. Она так и называется. Помада, придающая объем губам. Губы как будто бы пухлее становятся. Такой нюдовый оттенок. У меня уже осталось совсем чуть-чуть. Очень хорошая помада. Поэтому, в общем-то, я вот помадой Be You, я считаю, что чуть ли не лучшие мои косметички. Поэтому я купила именно, вот попробовать карандаш именно от Be You. Я в восторге от этой помады. Всем могу посоветовать. Ну вот и все мои покупки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok